Светофор – это жизнь ребенка. Родители учеников 62-й школы провели флешмоб с требованием установить светофор возле учебного заведения. По словам одесситов, здесь сложилась практически катастрофическая ситуация, когда и водители, и пешеходы нарушают правила дорожного движения. Подробности знает Алия Замчинская. Школа расположена в Приморском районе. Близко проспект Шевченко и улица Армейская. Именно этот пешеходный переход вызывает больше всего опасений у родителей. Пока светофора здесь нет. Мы имитируем светофор. Я имитирую зеленый свет. Когда никого нет на переходе, тогда я поднимаю зеленый светофор. Зеленый знак, что дорога свободна. Начальная школа работает здесь в две смены. С утра первые и вторые классы. После обеда третьи и четвертые. И дети, и родители говорят в один голос. Переходить здесь дорогу очень опасно. Машины несутся, просто боюсь, что заденут. Ребенку, который ростом метр сорок, метр тридцать четыре, он в принципе не видит машин, которые едут с проспекта Шевченко на большой скорости. С левой стороны, со стороны Армейской, машины паркуются непосредственно на пешеходной зоне. И дети полноценно не могут перейти дорогу. Сплошновато. Особенно под вечер. Недавно здесь появился так называемый лежачий полицейский. Однако, по словам родителей, большого эффекта это не дало. Еще один проблемный участок – вход в школьный двор. Вот у нас идет маленькая калиточка. Вот так вот наши дети по этой дороге проходят вот туда. Здесь паркуются машины, разворачиваются. Это тоже мешает. Машины, которые сдают задом, особенно крупные, они не видят наших детей. И тут же пример. Полицейские зафиксировали нарушение. Водитель заехал на достаточно большой скорости в зону, там, где выходят детки маленькие со школы. После пререканий с полицейскими водитель все-таки перепарковал свой автомобиль. По словам правоохранителей, нарушают здесь все. И водители, и пешеходы, принимающие, например, за зебру разметку возле лежачего полицейского. При этом сами родители настаивают. Присутствие полицейских несколько меняет ситуацию. Когда нет полицейских, водители очень быстро едут. Здесь вот недавно появились лежачие полицейские благодаря усилиям родителей школы. Кроме того, вот эта вся часть была просто заставлена машинами. Они отправляют парковаться дальше. Вот если бы они их не отправляли, не было бы полицейских. Вот это все место сейчас было бы с парковки. Полиция обещает помочь, чтобы подобных ситуаций было как можно меньше. Наши экипажи будут здесь более часто проезжать и контролировать парковку. Возможно, будем халатайствовать об изменении какой-то дорожной разметки, либо об установке здесь светофора. Родители неоднократно обращались и в СМЭП, и в профильные городские службы. Ответ их обескуражил. Как нам сказали, что если будет смерть, то тогда нам установят светофор. Это условия установки светофоров. У нас нет такого, что наши городские службы работают на превентивные меры. Еще одна проблема – соседство с баром. Во-первых, это противоречит законодательству. А во-вторых, посетители паркуют свои авто и на тротуаре, и на проезжей части, что значительно затрудняет обзор и ухудшает и без того сложную ситуацию. Алья Замчинская, Андрей Тереченко, телекомпания «Круг».